Привет, я Оксана, и я вяжу там, где живу. С сегодняшнего дня я планирую снимать маленькие кусочки видео для одного большого видео, которое будет в формате моего же проекта «Переделки». Суть проекта состоит в том, что я беру какие-то неудавшиеся вещи или вещи, которые я давно носила, но их нужно перевязать. То есть пряжа у них неплохая, но по каким-то причинам это изделие я не ношу. Я очень рада, что к этому марафону стали присоединяться и другие девочки-блогеры. Например, Саша с канала Визамания тоже сняла уже, по-моему, одно или даже два подобных видео. Обязательно ссылочки на ее видео я тоже оставлю. Но я оставлю ссылки на свои видео. К сожалению, этот проект, несмотря на то, что начала я уже год назад, я из пяти заявленных проектов перевязала пока только одну вещь. Ну, так получилось, что тут какие-то бытовые изменения. Я живу сейчас в другом месте. Не все проекты, которые я заявила, были со мной. Точнее, не было ничего. И вот после того, как я съездила к себе домой, я взяла одно изделие и как раз его хочу переделать. В этом видео я буду вам рассказывать о том, как я переделываю свой топ, который я вязала уже тоже достаточно давно. Но и в целом с топом все хорошо. Но давайте мы с вами поговорим, почему же все-таки я его хочу переделать. Топ я связала, постирала, отпарила, но ни разу не носила. Дело в том, что вязала я его по описанию. Мастерица Валентина. По-моему, у нее ник Валентина Занитер, если я не ошибаюсь. Все мне нравилось, все было в принципе-то хорошо. Но после того, как я связала это изделие, оно оказалось очень широким. Несмотря на то, что я вроде бы и в плотность попала, но может быть пряжа как-то так себя повела уже после стирки. Я не знаю. Но мало того, что оно широкое, это ладно. Я как бы к этому даже очень даже спокойно отношусь. Но у него получилась очень большая горловина. Вы видите, что сейчас я показываю вам его именно на руках, а не на плечиках. Потому что даже с плечиков сваливается это изделие. И я также неплохо отношусь к широким горловинам, особенно для летних изделий. Но в этом случае горловина настолько широкая, что она не только на одно плечо сваливается, а на оба. Вот такое изделие я уже, в общем-то, носить, конечно же, не могу. Это изделие у меня очень долго лежало. Наконец, я все-таки решила, что надо его перевязать. Тем более, здесь летний состав. О пряжи мы сейчас с вами тоже поговорим. Летний состав. Я уверена, что пряжа будет хорошо смотреться во многих изделиях. Но у пряжи тоже есть своя особенность. Такой нюанс. Не очень приятный нюанс. Сейчас я расскажу. Давайте поговорим конкретно про проект. У меня была идея перевязать вот это же изделие. Немножко подкорректировав описание Валентины. Но у нее все настолько классно просчитано тут, что горловина вышла на этот узорчик. Как бы расхождение листочков. В принципе, это все можно пересчитать. Но мне что-то, знаете, не хочется задумываться, переделывать чужое описание. Мне кажется, мне проще самой что-то придумать, чем переделывать чужое. Поэтому, наверное, я буду вязать что-то кардинально другое. А что я еще не решила. Но мы с вами узнаем об этом по ходу этого видео. У меня была идея связать что-то типа кардигана-накидки на лето. Потому что я сейчас ощущаю необходимость этого изделия. У меня большое количество. Ну, небольшое. У меня есть кардиганы. Но все эти кардиганы, они теплые. А теперь я понимаю, что не в любую погоду этот теплый кардиган можно надеть. У меня была идея именно на кардиган-накидку что-то такое использовать эту пряжу. И может быть ажурной или даже в сетку что-то такое. Тем более сетка сейчас очень популярна. Но почему я сомневаюсь по поводу этой идеи. Потому что, несмотря на то, что пряжа с классным составом, с пайеточками. Не знаю, насколько вы видите сейчас блеск. Такие деликатные, маленькие-маленькие золотистые пайеточки. Но пряжа состоит из нескольких нитей. Здесь 48% хлопок, 47% шелк. И я думаю, что это буретный шелк. 5% кашемир и пайетки. То есть, представляете, какой классный состав. Шелк, буретный, хлопок и кашемир. И вот эти вот деликатные пайеточки. Я не знаю, как и где была произведена смотка этой пряжи. На производстве или сам магазин это сматывал. Но у пряжи просто невероятные провисы. Я думаю, что многие знают, что такое провисы. Да, быстренько скажу. Когда нить состоит из нескольких разных ниточек. Да, иногда и из одной нити состоит. При неравномерной смотке или при разном коэффициенте растяжения пряжи. Получается, что часть нитей более длинные. А часть более короткие. И вот такие получаются петли из нитей. И вот вся эта пряжа состоит из таких петель. Вязать из нее крайне некомфортно. Дело в том, что ладно бы эти провисы были, знаете, одной петлей такой большой где-нибудь. Но нет, эти вот неравномерности растяжения, неравномерности длины нити, они постоянно. То есть вам постоянно приходится эту ниточку какую-то, да, передвигать. Потом где-то я оставляю эту петельку, дальше вяжу. И вот у меня вся изнанка вот этого изделия, который я вам сейчас показываю. Хотя я уже часть даже спрятала там. Но очень много вот этих вот петель, которые нужно еще прятать. Ну и плюс ко всему, конечно, вязать не очень комфортно, когда вы постоянно контролируете вот эти вот ниточки. Тем не менее, эту пряжу я в любом случае хочу в дело использовать. Потому что состав для меня очень классный. И как она выглядит в полотне, мне очень нравится. Поэтому, видимо, буду мучиться и перевязывать изделие. Вернемся к сетке. Вот как раз я подозреваю, что из-за этих провисов сетка будет смотреться не очень хорошо. Вполне возможно, что я не везде смогу эти провисы спрятать. А если вот полотно с сеткой связано, да, соответственно, изнанка-то там, на изнанке-то не особенно что-то спрячешь. Поэтому, пока у меня вопрос открыт, что я буду вязать из этой пряжи, я с вами, конечно же, буду делиться по ходу всего этого видео. Но сейчас мне предстоит распустить вот эту вот красоту, вот эту вот большую мою работу. Буду распустить, расправить нить. Пока не знаю, как я буду расправлять. Но вполне возможно, я буду стирать пасмы, свернув все эти нитки. Постираю, потому что тут не утюгом, наверное, лучше и не выпрямлять эту пряжу. Все-таки тут пайетки, да, мало ли что. Там и утюг можно испортить, и пайетки, пайеткам навредить. И через пар, я раньше пропускала через пар, через кастрюльку, что-то в последнее время мне этот метод не нравится. В общем, как я буду расправлять эту пряжу, я вам тоже покажу. Ну, а сейчас я собираюсь силами, чтобы распустить этот топ. Хочу к вам подключиться на этапе распускания изделия. Посмотрите, совсем чуть-чуть мне осталось уже до конца распуска. Вот что у меня сейчас получается. Это вот такие клубочки. Здесь у меня прерывалась нить по какой-то причине. Может быть, я как раз присоединяла вторую бобинку. Поэтому сейчас такой большой моточек. И вы видите много-много разных маленьких. Ну, понятно, что вот это еще продолжение как раз-таки того, что я недораспустила. А вот эти моточки, иллюстрация того, что распускать это изделие было далеко не простой затеей. Дело в том, что, не помню, говорила ли я в прошлом включении или нет, у нити этой очень большие провисы. Обратите внимание, вот даже сейчас их видно. Вот эта ниточка, на которую нанизаны пайеточки, она очень длинная относительно всех остальных нитей. И понятно, что когда я связала это изделие, для того, чтобы все смотрелось красиво, я действительно планировала носить вот эти все провисы я вытащила на изнаночную сторону и их заправила. Соответственно, когда я распускала изделие, у меня было очень много моментов, когда я не могла распустить изделие, потому что я так хорошо запрятала вот эти вот ниточки, что у меня просто путались все остальные нити, и я как раз тормозилась в этих моментах. Поэтому, знаете, распускаю я уже, это, наверное, третий день. Ну, понятно, что не только этим я занимаюсь, но периодически останавливаюсь, убираю это, когда мне все это надоедает. Вот, и осталось совсем чуть-чуть. Тут, видимо, у меня тоже какая-то уже проблемка возникла. Видите, да, вот где-то тут надо найти вот эту вот заправленную ниточку для того, чтобы все хорошо распустилось. Но, плюс ко всему, резинки на этом изделии я закрывала иголочкой, методом назад иголку, и, соответственно, мне надо было очень-очень аккуратно все эти закрытия петель распустить. Вот, в общем-то, тоже ниточки, нет, не эти, наверное, вот эти, потому что я еще более того, когда закрывала иглой, я отрезала как раз вот эти нити с пайетками, чтобы, ну, эти пайетки не цеплялись, да, когда я ниточкой закрывала. Причем закрытие петель у меня по низу изделия и по рукавам, потому что по рукавам была обвязка. На это я тоже потратила большое количество времени. В общем, все это вот так вот распускается очень медленно, очень нервно периодически. Вот, сейчас я все это смотала вот в такие вот клубки, но далее буду разматывать на пасмы. Не знаю, возможно, это будет одна большая пасма, ну, две, да, точнее, потому что вот это тоже будет клубочек. Потому что отрезать нить мне не хочется, мне все-таки нравится, что узелков минимальное количество, именно таких глобальных узелков, потому что тут еще хватит вот заправления нитей вот от этих вот провисов, да, и еще дополнительно резать нить, чтобы еще были какие-то узелки, мне совсем не хочется. С идеей пока не определилась, но вот именно сочетание легкого ажура и какого-то ненавязчивого узора с гладью мне нравится. Буду держать вас в курсе, покажу, конечно, что стало с пряжей после того, как я ее расправила. Но, как видите, работа по подготовке пряжи, она какая-то очень большая, и я трачу на это, правда, очень много времени. Давайте покажу, что сейчас у меня творится с этим проектом. Настолько противоречивые чувства у меня относительно этого проекта, знаете, и хочется и колется. Вот это прям про него. Во-первых, хочу вам показать образец. Вот так выглядит образец, и, возможно, я покажу вам картинку, которая меня вдохновила на этот образец. Долго думала, что же я хочу вязать. У меня была идея такого, знаете, кардигана-разлетайки, но не было сформировано окончательной идеей. Я обратила внимание, что в последнее время много где в каталогах, в журналах, которые выпускают, там, Лана Гросса, в каталогах масс-маркетов очень большое количество узоров, похожих на павлиний хвост. Ну, я так их всех объединю, мне кажется, что они чем-то похожи. И я как раз на сайте H&M увидела кардиган, который связан вот примерно таким узором. Но там не только этот узор, там разные узоры, разные цвета. И у меня как-то после этого сформировалась идея. Пока у меня она выглядит вот примерно так. То есть это будет какой-то кардиган-разлетайка, связанный вот таким узором. Пока точно не знаю, либо это все будет полотно, либо я буду его сочетать как-то с лицевой гладью. Пока не знаю, но связала этот образец и действительно поняла, что да, это то, что мне надо, то, что мне хотелось. Именно в этой пряже, точнее в этом узоре пряжа выглядит хорошо. Не знаю, видно у вас сейчас или нет, что пряжа поблескивает. Здесь есть пайетки, на по-моему, я уже не раз об этом говорила. Я вязала вот из этой бобинки, которая у меня новая пряжа, да, то есть я ее не использовала. Но пока еще не постирала. Посмотрим, как после стирки этот образец будет смотреться. Но даже сейчас мне уже он нравится. То есть в принципе мне надо постирать и начать уже рассчитывать, продумывать тонкости конструкции, начать вязать. Но у меня, напомню, что достаточно противоречивые чувства, потому что с одной стороны мне очень нравится, как выглядит эта пряжа в узорах. Мне очень нравится на ощупь она, она настолько приятная. Действительно для летнего кардигана самое то, тем более белый летний кардиган, знаете, только на море отправляться. Но напомню, что тут невероятные провисы. Вот посмотрите, да, я насобирала вот такой длинный провис. Это вот у меня сейчас торчит сбоку. То есть я это постоянно протягиваю ниточку при вязании, да, для того, чтобы она где-то как-то у меня хотя бы в единую петельку сформировалась. Чтобы мне потом эту петлю одну убрать. А так, если я не буду убирать, то есть эти провисы будут постоянно по всему полотну. Плюс ко всему, поскольку я вот постирала пасмы, а это же касается и сматывания пряжи в моточке, вот в такие клубочки я сматываю. И, конечно же, поскольку вот эти провисы существуют, мотать эту пряжу невероятно сложно. Она путается. Непонятно, где там сколько нитей, где длиннее, где какая короче нить. В общем, это, конечно, какое-то то еще удовольствие. Знаете, для того, чтобы... Такое ощущение, чтобы получить хороший результат, нужно пройти все семь кругов ада. Поэтому вот на один моточек я решилась. У меня уже не знаю, сколько дней лежит вот эта пасма. Я никак не могу решиться взяться за нее, потому что действительно надо перемотать. Пряжа хорошая. Мне просто жалко ее, знаете, взять и выкинуть. Потому что, ну, тут такой состав. Здесь кашемир, буретный шелк, хлопок, еще и пайетки вот эти очень приятные. Ну, как такое выкинуть? Но вязать из нее тоже так себе удовольствие. Поэтому, знаете, видимо, я буду как-то собираться силами все-таки из нее вязать. Буду в ближайшее время стирать образец, рассчитывать этот кардиган. Буду надеяться, что буду начинать его в ближайшее время. Все-таки лезть не кардиган, и надо с ним как-то поторопиться. И да, буду надеяться, что все-таки в каком-то моменте не выброшу все, не выкину и не пойму, что не нужны мне эти мучения. Музыка С прошлого подключения Для вас прошло, ну не знаю, там несколько секунд, а на самом деле прошел примерно год. Я честно могу сказать, что я не помню, когда я записывала прошлые кусочки, но я предполагаю, что это где-то весна, ну может быть начало лета. Могу ошибаться, не проверяла. И только через год я могу вам показать какие-то свои результаты работы из той пряжи, о которой мы с вами уже разговаривали. Повторяться я не буду. И по-моему, в последний раз мы с вами разговаривали вот на этапе этих образцов. И я не помню, говорила вам или нет, но я хотела сделать что-то типа кардигана на основе фотографии кардигана Изары, если я не ошибаюсь. В общем, уже сама точно не помню. Но на тот момент я подумала, что белый кардиган, ну это достаточно странно. Вообще, кстати, я поняла, что белый цвет для меня сложен вот именно в вязаных вещах. Наверное, не во всех, а именно в летних, потому что в принципе белый свитер с аранами, с косами я прекрасно себе могу представить. Но в то же время белый, даже теплый кардиган для меня кажется каким-то немного странным. Возможно, это мои личные ассоциации с каким-то, знаете, либо врачом, либо каким-то работником продуктового цеха, пищевого цеха, да, там, не знаю, в столовой где-нибудь, где также ходят в халатах. Ну и вообще на производство ходят в халатах. И вот именно белый халат, почему-то у меня именно такая ассоциация. Особенно если его украшать какими-то ажурами, как будто это несколько неуместно. Но, к слову сказать, я даже думала про белый жилет. И белый жилет для меня тоже показался странным, потому что мне кажется, что жилеты очень красиво, ну, на мой вкус, опять же, сочетать с какими-то светлыми белыми рубашками. А белый жилет с белой рубашкой, ну, странно. Если сочетать с какой-то темной рубашкой, да, какой-то цветной рубашкой, мне кажется, что тоже в этом случае белый жилет может не очень хорошо работать. Ну, в крайнем случае, это должен быть какой-то жилет гладью. Мне очень нравился вот этот рисунок и, ну точнее этот узор. Я даже нашла аналогичные картинки с жилетами у дизайнеров, но везде были какие-то другие цвета, не белые. И, честно сказать, я даже начала вязать вот что-то типа такого жилета, но как раз на мысли того, что мне будет не с чем его носить, я остановилась. В общем, попыток было много, не скажу, что я прям целый год работала, надо это работать, далеко это не так. Я совсем недавно снова достала вот эти вот образцы, снова стала вязать, думать. И в какой-то момент, это был, мне кажется, суббота вечер, мне настолько все надоело, мне настолько надоело подбирать какие-то изделия. Но из этой пряжи мне хотелось связать, несмотря на то, что она достаточно сложная, об этом мы с вами тоже разговаривали. И, знаете, я вообще без расчетов просто набрала петли и просто начала вязать то, что у меня, ну, как-то вот где-то в голове сформировалось. Я, по правде сказать, никогда так не поступаю. Я всегда все рассчитываю, у меня есть всегда какой-то эскиз, какой-то рисунок. Но в данном случае, наверное, мне помогла Наташа Фадеенко с одноименного канала. Конечно, опять же, не знаю, когда выйдет это видео, но то видео, которое меня натолкнуло вот конкретно на эту мысль, вышло совсем недавно. Сейчас скажу я вам середина апреля. Будет даже интересно посмотреть, когда видео это выйдет. И Наташа, на самом деле, показывала там свой новый свитер из Махера. То есть это свитер, не пуловер. И Махер совсем вроде бы к этому никакого отношения не имеет. Но у Наташи такой был крой какой-то разлетайки. И я подумала, что, ну, попробую я с этой разлетайки и начать. Без всяких узоров, что будет дальше, не знаю. Единственное, что, конечно же, свитер здесь странно будет выглядеть. И я решила сделать вот такую V-образную горловину. Я, кстати, мне кажется, никогда V-образную горловину сверху не вязала. Повторю, что ничего не рассчитывала. Решила рискнуть. Просто набрала петли вот, по-моему, вот эту часть. Я просто решила, что у меня здесь будет 26 петель. Здесь по 10 на рукавах. 2 петли на регланную линию. Не знаю, не спрашивайте меня, почему. Просто я так решила. И здесь вывязала небольшое углубление по спинке. Но оно совсем-совсем небольшое. Повязала потом прямыми обратными рядами, укороченными вдоль рукава. Для того, чтобы у меня получился какой-то росток. А потом стала выходить на V-образную горловину. Я даже не могла представить, насколько она получится глубокая, неглубокая. Но я подумала, что в целом я буду делать обработку. И все это можно будет как-то потом обыграть. Что сейчас я связала? Вы видите, что я довязала горловину до уголка. Вот здесь я как раз замкнула уже две части вместе. И специально переодела на длинную леску. И сейчас вам показываю немножко в таком собранном виде. Но примерила. И знаете, неплохая горловина получилась. Она такая не слишком глубокая, не слишком маленькая. Обработка здесь, конечно, будет. Потому что край такой вот у меня некрасивый получился. И рукава еще надо добирать. По ширине, конечно, тоже надо добирать. И я думаю, что это будет удлиненная линия реглана. И что будет дальше, не знаю. Я уже даже думала про какие-то ажуры, про какие-то узоры. Но пока, может быть, даже остановлюсь именно на таком варианте. Что будет просто внизу резинка. Как я говорю, она будет достаточно широкая. Ну, я не знаю, это что она. Она. Пулловер, наверное, это он. В общем, он будет достаточно широкий пока в моем представлении. Возможно, будет какая-то длинная резинка на рукаве. Посмотрим. Ладно, давайте не буду ничего говорить. В общем, пока вот это на таком этапе. Да, есть рядность. Я стараюсь контролировать. Но, тем не менее, ниточка такая непростая. Как я вам уже говорила. Она все-таки неравномерная. И натяжение, может быть, не везде одинаковое. Да, это скачет. Провисы, конечно же, есть. Это все будет прятаться потом. Вот говорю, есть. И не могу найти, да, такое ощущение, что и нет. Вот, видите, провисы. Вот они. Что тут еще по поводу сложности работы? Да, в целом, наверное, все остальное неплохо. Потому что пряжа постиранная. Она немножко помягче, чем та, которую я вязала изначально. Очень красиво сверкают вот эти вот паеточки маленькие. Сейчас естественный свет. Они, кстати, не очень видны. Но вчера я мерила как раз вот эту вот детальку на себя. При искусственном свете они сверкают просто как бриллианты. Даже неожиданно для меня было. Вот на таком этапе сейчас мы с вами расстаемся. Что будет дальше? Как вы понимаете, все непредсказуемо. Надеюсь, что вам тоже будет интересно за этим следить. Что у меня все-таки получится. Ну что, продолжаю вам показывать вязание своей скукотищи. Но, конечно, это не так. Это шутка. Просто честно сказать. Хотя, если вы следите за моим каналом, вы знаете, что крайне редко я вяжу лицевую гладью. Хотя я люблю изделия лицевой гладью. Но мне, видимо, их скучно как-то вязать. Поэтому они у меня крайне редко бывают. И мне самой даже странно рассказывать. О чем рассказать? Лицевая гладь. Более того, что я вяжу без всяких расчетов, как я вам говорила. И несмотря на то, что я перешла уже на разделение рукавов и тела, опять расчетов нет. Прикидываю так плюс-минус, примеряю на себя. И, знаете, начинаю понимать, почему многие любят вязать сверху без швов. Потому что, действительно, тут можно и без расчетов обойтись, если вяжете на себя. Вот у меня, видимо, та самая ситуация. Я, честно говоря, так устала от узоров, расчетов, что вот сейчас мне хочется вот только это и вязать. И у меня сейчас такой период был невезуна, скажем так. У меня было несколько распусков. И вот, видимо, этот проект попался именно тогда, когда должен был попасться. Поэтому я с удовольствием вяжу лицевую гладью. Надеюсь, что все равно вам расскажу что-нибудь, может быть, интересненькое, полезненькое. Да, возвращаемся. Рассказываю, что у меня сейчас происходит. Я вам уже сказала, что я разделила на перья и спинку. Лицевую гладь я здесь, наконец-то, освежила хоть чем-то. Вот такие вот три дорожки из вытянутых лицевых петель я здесь пустила. И с одной и с другой стороны. Я думаю, что они будут переходить на рукавчик. Я очень люблю сейчас вот такое оформление боковых частей. Иногда его использую. И есть у меня идея как-то хитренько еще обыграть нижнюю часть изделия с помощью такого приема. Сейчас пока не буду распространяться по поводу своей идеи. Поскольку, опять же, тут все настолько непредсказуемо. Посмотрим, как это все будет развиваться. Вот как раз я сейчас переодела все на длинную леску для того, чтобы примерить. И я понимала, что все прекрасно. Все мои плюс-минус прикидки сейчас такие, какие должны быть. Единственное, что меня спасает, что у меня уже было изделие из этой пряжи. Единственное, что вязала я его более рыхло. Я, кстати, по-моему, даже использовала те же самые спицы 3,5. Но вязала на металлических, а деревянные на деревяшках я вяжу поплотнее. Ну и плюс, то изделие я вязала, по-моему, года 3 назад, а то и больше. А сейчас я вяжу намного плотнее. Я заметила, что у меня при большом количестве вязания, то есть при увеличении опыта вязания, как будто я стала вязать чуть плотнее. Вяжу сейчас по спице. Раньше я так рыхловато вязала. И да, к чему я стала говорить? К тому, что я помню, что там ширина переда была где-то 120 петель. Тот вариант был для меня слишком широкий. И я поняла, что поскольку я вяжу плотнее, то есть мне нужно, опять же, где-то 110-115 петель в ширину. Поскольку я тоже не хочу слишком широкое изделие. И относительно этого я и делала подсчет у себя в голове, скажем так. И действительно, у меня сейчас где-то вот 115 петель, по-моему. Ширина самая то. То есть не широко, не узко. Ну, по крайней мере, вот на этом этапе примерки мне все устраивает. Что еще мне показала сегодняшняя примерка? Вот как раз по поводу горловины мы с вами вроде бы разговаривали. Что я, опять же, не знала, какая она получилась. Глубокая, неглубокая. Она вот сейчас самая то. То есть она такая, какая мне ей нужна. Но я понимаю, что тут должна быть обработка. Так ее оставить не могу. Она все-таки очень неряшливо выглядит. И если делать какую-то толстую обработку типа резиночки, да. То есть если у меня по краю будет что-то такое, то, конечно же, просится сюда такая же резиночка. Но тогда будет уж совсем горловина под горло. Ну, такая не очень широкая, скажем так. А мне бы хотелось вот именно такую немножко открытую V-образную горловину. То есть она все закрывает все, что нужно, но при этом не душит горло. Поэтому я думаю, что же тут подобрать. То есть нужно что-то нейтральное. И при этом, чтобы она была не слишком широкая. Просто для того, чтобы красиво оформляла край. Но при этом не создавала никакого объема, чтобы вот эта горлышко мне не давила. Пока я думаю про i-корд. Но i-кордом я никогда V-образные горловины не обрабатывала. У меня есть вопросик вот по поводу вот этого места. Потому что мне кажется, что i-корд может немножко сгладить вот этот уголочек. И это будет, наверное, не очень хорошо смотреться. Посмотрю еще, какие могут быть обработки горловины. Поизучаю эту информацию. Что касается обработки крючком. Я, честно сказать, не очень люблю обработку крючком. Но посмотрим. Может быть и такой вариант рассмотрю. Опять же, да, не загадываю. Я все-таки понимаю, что белые изделия, пусть даже это и не кардиганы, не жилеты, которые мы с вами разговаривали, как-то мне кажется сомнительным. Все-таки я на себя примеряю. И понимаю, что, ну, что-то я не знаю вообще, подойдет мне такое изделие или нет. Возможно, тут еще суть в том, что это не совсем белый, а он такой, как будто грязноватый белый. Потому что здесь вот эта ниточка, на которой нанизаны пайетки, она как бы не совсем белая. А вот основа, она белая. То есть тут хлопок с шелком, он именно беленький. И вот эти вот ниточки, они создают такой своеобразный меланж. Точнее, желтят немножко вот это полотно. И цвет, ну, честно сказать, какой-то странноватый получается. Посмотрим. Может быть, он и совершенно спокойно у меня в гардеробе уживется. Не знаю точно. Что касается вот этой основы хлопка с шелком. Я не знаю, говорила вам или нет, но мне казалось, что здесь буретный шелк. Потому что мне тут казалось, что встречаются какие-то узелочки как у буретного шелка. Но теперь я вяжу и понимаю, что это как будто и не так. Вот покажу вам на бобинке, которая у меня еще не постирана. Ну, то есть, которая еще не была в работе. Конечно, не знаю, насколько это будет видно и насколько это будет понятно. В общем, тут, к слову, вообще не особенно понятно, где шелк, где хлопок. Как будто они, эти волокна, одинаковые, такие немножко ватные. Наверное, это, конечно, не очень будет видно. Вот мне кажется, что, хотя не знаю, вот это, наверное, вот хлопок, да, он такой прям ватный. А вот это вот шелк. Ну, то есть, как будто это и не буретный шелк. Я могу предположить, что это туса шелк. Но мне кажется, что туса шелк, он тоже как-то не так выглядит. В общем, этих шелков может быть разных, много. Может быть, я еще и какие-то не знаю. Я не особенно в эти темы вникала. Надо, на самом деле, шелк поизучать. Но мне кажется, вот у меня недавно появилась такая пряжа, которая, кстати, многими любимая. Кто-то ее любит, кто-то не любит. Это папирус от Фибранатура. И здесь тоже есть шелк. Тоже не указан, какой здесь шелк. И кто-то даже, я слышала, говорил, что тут искусственный шелк. Я подозреваю, что тут, конечно, не искусственный шелк, а вот именно как раз какой-то вот из этих типа тусы. Вот мне кажется, что тут этот шелк прям очень похож на то, что вот у меня в бобине, из которого я сейчас вяжу. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, вы знаете, какой шелк в папирусе. Мне подскажете. А может быть, я сама уже к концу видео разберусь. Но в любом случае, если вы знаете, пишите. Вдруг я не найду информацию. Мне кажется, что вот это вот сочетание хлопка с этим шелком, оно очень приятное для лета. Оно, конечно же, не для супер жаркого лета. И я думаю, что тут все-таки будут у меня длинные рукава. То есть, это, знаете, такое вот на вечерок что-то накинуть. Или, может быть, даже как второй слой, потому что будет такая достаточно широкая эта вещь. Может быть, на футболку, да. Когда будет ветерок, можно будет накинуть. Когда ветра нет, можно снять. Но вот какое-то представление такое у меня есть об этом изделии. И мне кажется, что для этого варианта хлопок вот с этим шелком будет отличным. Но цвет, да, цвет меня пока смущает. Еще плюс эти блестки. Это, конечно, все очень-очень красиво выглядит. Но как это все будет выглядеть в моем гардеробе, не знаю. Итак, новое подключение. Я, честно сказать, уже даже не помню, на каком этапе я остановила свое прошлое включение. Ну, на всякий случай показываю вам, что я разделила на рукава и на тело. Вот такой у меня здесь аккуратный переход получился. Никаких дырочек, ничего. Ну, то есть, дырочка-то еще есть. Но, конечно, она тут затянется. Вот когда я узелок завяжу. Вот, даже сейчас затянула. Все аккуратненько. Вот так это выглядит. Говорила, что я буду... Есть идея, как буду оформлять низ. Об этом мы тоже немножко с вами поговорим. Хотя, низ у меня еще совсем не оформлен. Вы посмотрите, я вот остановилась на том моменте, когда у меня моточек закончился. У меня было вот таких два, ну, точнее, больших два мотка пряжи, которую я распустила. Вот один моток у меня здесь закончился. И со второго мотка я начала оформлять рукава. Это уже у меня второй моточек. Видите, он уже тоже относительно небольшой. Но пряжа у меня еще есть. У меня еще есть новенькая пряжа. Здесь где-то 140 граммов. Поэтому я вообще не волнуюсь. Мне кажется, что у меня пряжа еще даже останется. Ну, возвращаемся к рукавам. Тело пока вот на таком этапе. Здесь я просто на леску поставила заглушки. И стала вязать рукава. И да, давайте сейчас вернемся как раз к этому моменту боковин. И то, что я хотела сделать снизу, на самом деле я реализовала на рукавах. Да, сейчас я вам идею покажу. Я делала не так много убавок по рукавам. Поэтому рукав у меня достаточно широкий получился. И вот тот самый идет, ну, оформление, не знаю, шва. Условного шва, да. Вот здесь, кстати, видно убавочки. Они пока видны. Но мне кажется, что после стирки даже это не будет заметно. И здесь я сделала вот такую вот штуку. То есть рукав у меня будет, ну, практически расклешенный. Но не совсем. То есть у меня вот здесь, ну, такая, не знаю, шлица с нахлестом на рукавах. Вот так это выглядит. Я не могу сказать, что я уверена в этой идее. Мне кажется, что, возможно, это даже не совсем удобно для того, чтобы носить изделие. Ну, по крайней мере, для того, чтобы, например, носить это с пальто или с курткой. Но я рассчитываю, что я не буду никакую верхнюю одежду предусматривать для этого. Поэтому рукав достаточно широкий и вот с таким вот элементом в конце рукава. Эти вот спущенные петельки я продолжила до самого конца. Но среднюю часть я оформила резинкой 2х2. Я думаю, что и нижнюю часть изделия буду оформлять резинкой 2х2. Именно там я хотела сделать вот такой вот элемент по бокам. Но я думаю, что если делать и на рукавах, и внизу, это будет too much. Поэтому внизу я, наверное, остановлюсь только на какой-то резиночке 2х2. Может быть, сделаю как-то немножко удлиненную спинку. Но не факт. Возможно, и нет. Давайте вернемся к оформлению края. Здесь у меня резиночка. Она крайне неровная. Вообще, честно сказать, что когда я перешла на прямые поворотные ряды, видите, какая рядность? Ну, вот эти ряды, да, то есть место соединения, точнее разъединения в данном случае, они вяжутся очень-очень туго. И здесь, наверное, рядности вот конкретно в этой пряже вообще не избежать. Потому что, чтобы не было рядности, тут прям нужно контролировать натяжение. В данном случае, в данных рядах, ну, их невозможно контролировать, потому что там жесткие такие условия вязания, скажем так. Потом же рядность у меня сохранилась, и я даже перевязывала. То есть мне не понравилась рядность, я перевязала снова. И рядность у меня все равно есть. Не такая сильная, как здесь, но она есть. Причем очень интересно, что с одной стороны она вроде как поменьше, с одной стороны вот этого полотна, рукава, а с другой стороны больше. В общем, я пыталась найти логику, почему у меня так получается. Я, в общем, не очень это поняла. Ну, ладно, в общем, я не смогла это исправить. Ну, не оставлять же из-за этого работу. Да, пряжа немножко сложная в работе, чтобы рядности вот этой не было. Да, несмотря на то, что я стараюсь контролировать натяжение, рядность все равно появляется. Ну, и это касается и резинки. Конечно же, несмотря на то, что я здесь перешла на более тонкие спицы, резиночка вот такая вот кривоватенькая. И она, конечно же, после стирки растянется, потому что, ну, эта пряжа, она точно никакую резинку держать не будет. И именно поэтому еще я здесь приняла решение вот сделать вот такой вот краешек. Я провязала один ряд изнаночными петельками и потом закрыла петли иглой и назад иголкой. Это, кстати, не очень сложное закрытие. У меня есть урок, я обязательно ссылочку оставлю. И мне нравится, когда вот такая вот косичка появляется. Вообще, это, можно сказать, аналог самого простого наборного края длинный хвост. Я люблю, когда у меня и набираются петельки, да, и закрываются петельки примерно одинаково, чтобы вид был одинаковый. И вот я, когда, например, набираю петли на изделие длинным хвостом, потом закрываю петельки вот таким вот способом. И можно сказать, что они выглядят практически одинаково. И поскольку мне здесь не надо никакого эластичного закрытия, мне тут нужен только какой-то красивый декоративный край, я вот решила, что это будет так. Пока не знаю, как это будет смотреться и носиться. Может быть, да, как я уже сказала, это будет ужасно неудобно. Ну, красота требует жертв, скажем так. В любом случае, этот пулловер 100% эксперимент, в том числе и вот с такими рукавчиками. Пока, кстати, я вам хотела рассказать про эти рукава. Никак не могла снять видео и даже думала так вот в голове. Я, думаю, проговорю перед экраном, может, у меня появится какая-то идея, может быть, я все переделаю. Но никак не могла снять этот кусочек и уже, посмотрите, уже начала вязать второй рукав и уже даже разделение сделала. Поэтому, ну, второй рукав уже стала делать как первый. Надеюсь, что идея оправдана. В общем, осталось на самом деле совсем немного довязать вот этот рукав. Я вот не помню, сколько здесь, наверное, рядов 30 мне надо вязать. И потом рядов 20 резинка. Наверное, так. Ну, в общем, тут, ну, наверное, 50 рядов. Плюс закрытие, да, закрытие тоже немножко муторное. Ну, это, наверное, вечер работы. А потом уже мне останется обработка горловины, по поводу которой я до сих пор еще окончательно не решила. Ну, и по поводу низа я тоже вам сказала. Скорее всего, это просто будет резинка 2х2. Единственное, что я пока еще с длиной не определилась. Но я решила, что пока вяжу рукава, а потом посмотрим, сколько пряжи останется. Хотя, скорее всего, пряжи у меня останется и на длинный вариант, и на более короткий вариант. Но не мне вам рассказывать, да, что когда мы вяжем сверху, есть возможность примерить и посмотреть там с теми же самыми джинсами, с которыми я планирую носить этот пулловер. И, в общем, надеюсь, что осталась работа совсем немного. Ну что, можете меня поздравить. Мое изделие практически готово. Почему практически, я вам сейчас расскажу. Опять не помню, на каком этапе я с вами обсуждала последний раз это изделие. Наверное, был готов один рукав. Второй рукав я тоже довязала. Обработала горловину. Но сейчас, честно сказать, выглядит это как-то не очень. Не знаю, почему. Вообще, я люблю айкордом обрабатывать края. Возможно, тут достаточно сложная вот именно ниточка. В плане того, что здесь хлопок и шелк, и все грехи видны, конечно, на 100%. Но я надеюсь, что немножко ВТО это исправит. Посмотрим. Ну, в любом случае, перевязать это, конечно, все можно. И сделать другую обработку горловины. Правда, не знаю, насколько, опять же, это будет лучше смотреться. Может быть, это только я вижу, как всегда. Вообще, тут на ВТО, конечно, очень большие надежды. Я вам говорила и про то, что и резиночка тут не очень ровно выглядит, да, и рядность есть. Хотя я сама понимаю, что хлопок с шелком, конечно же, ВТО не особенно меняет. Ну, ладно. По поводу низа. Да, я его тоже закрыла. Точнее, связала резинку. Закрыла петельки так же, как я вам говорила, методом назад иголку. Здесь вот этот вот, ну, оформление бока, скажем так, до низа довела. Здесь все ровненько. Единственное, что со спинки немножко я вывязала укороченные ряды, чтобы спинка немножко была длиннее. Вот здесь вот это видно. Но это не для каких декоративных целей. Это не будет заметно абсолютно. Это просто для того, чтобы, ну, посадка была как бы получше. Я думаю, что резинку, конечно, ничего держать не будет. То есть это такая будет ровная часть края. Хотя я немного уменьшала количество петель и резинку вязала спицами номер 3. Основная была внутри с половиной. Но я прекрасно понимаю, что резинка все равно разойдется. Я просто не люблю, когда резинка юбочкой идет во время носки. Особенно вот у таких пряж, которые совсем резинку не держат. Поэтому я все равно всегда уменьшаю и номер спиц, и петли тоже убавляю. Что еще тут вам рассказать по поводу самого вязания? Не знаю. А, ну, кстати, я начала вязать даже из бобины. Я говорила, что у меня было два больших моточка распущенной пряжи. И вот часть не распущенной пряжи. Не особенно это на самом деле на полотне заметно. Хотя во время вязания, конечно, была большая разница именно нити, которая была распущенной и постирана. Она была намного-намного мягче и приятнее, чем вот ниточка, которая без стирки была. И еще один большой минус. Вот, кстати, вы даже тут видите вот эти вот чудесные мои любимые перетяжки, да? Которые меня бесили фактически все вязание. Но я ощутила, что их было крайне мало, когда я вязала из распущенной пряжи. Дело в том, что когда я распускала эту пряжу, да? И когда я ее сматывала после стирки, я часть вот этих вот тоненьких ниточек обрезала. Ну, прям маленькие узелочки делала, их незаметные. Незаметные они были. А когда уже начала вязать вот из этой нити, которая шла у меня из бобины, тут просто этих перетяжек. Ну, вы посмотрите, вот просто на каждый квадратный сантиметр их невероятно огромное количество. Их, может быть, сейчас на камеру не очень видно, потому что они прям тоненькие. Ну, вот посмотрите, вот они повсюду, повсюду. И то, что я вам сказала, что несмотря на то, что пулловер вроде бы готов, он еще не совсем готов, потому что у меня, конечно, еще огромная работа предстоит для того, чтобы вот это вот все убирать. Ну, это просто кошмар. Да, здесь вот их огромное количество. На основном полотне, который я вязала, есть распущенные пряжи, их чуть меньше. Ну, вот они как бы есть, да? Ну, их крайне мало, вот, да, посмотрите, да? То есть они достаточно далеко друг от друга, чего не скажешь вот в этой ситуации. Но все равно их нужно будет убирать. Ну, вообще кончиков на самом деле много, ну, и потому что я все-таки там соединяла нити, да? Ну, плюс вот эти перетяжки. В общем, до того, как постирать это изделие, мне, конечно, много-много работы нужно сделать. Я его, конечно же, на себя примерила. Сидит в целом неплохо. Я сомневалась по поводу длины, думала либо делать короче, либо длиннее. Хотела, может быть, всю уже пряжу использовать, чтобы вот это вот не оставалось. Здесь, кстати, около 100 граммов у меня еще осталось. Но, знаете, вот просто на интуицию буквально думаю, ну, вот сейчас два ряда довяжу еще гладью, потом 22 ряда резинкой и нормально и закрываю. Вот именно так я вязала, потому что никак не могла определиться с длиной. Опять же, потому что сейчас это все выглядит совсем не так, как будет после стирки. Резинка не будет стягиваться. И очень надеюсь, что длина неплохая получилась. Хотя неплохая. Опять же, вот я говорю, что как-то мне пока сложно сориентироваться, какая вообще в этом изделии длина нужна. Сейчас этот пуловер весит 355 граммов. Я вам сказала, что 100 граммов пряжи у меня осталось. То есть, где-то 450 граммов у меня было. Я даже этого не знала. Даже смотрела на рауэр, и у меня нигде это не написано. Но, тем не менее, показываю вам изнанку, как вы понимаете. Ну, ладно, на фоне этой изнанки я сейчас буду завершать это подключение. Тем не менее, мне кажется, что несмотря на все мои сомнения, несмотря на то, что есть какие-то недочеты, как, кстати, вот я не сказала про рукавчики, я когда померила, я поняла, что надо было где-то вот раньше начинать вот этот вот элемент. Ну, да ладно. Еще рукава может быть чуть-чуть длинноватой. Опять же, если делать было их короче, то, ну, как-то вот, если бы он был короткий вот с таким элементом, это бы вообще было странно. В общем, надеюсь, что после стирки не сильно рукав вытянется. Тоже, да, это буду смотреть уже по ходу. В общем, вопросов на самом деле много. Это, конечно, как вы видели, такой суперэкспериментальный вариант был. Но при этом, при всем, несмотря на цвет, несмотря на крой, несмотря на то, что пряжа достаточно сложная в работе, мне почему-то кажется, что я этот пулловер буду носить, в принципе, достаточно активно. И я думаю, что полотно еще сильно-сильно изменится в плане пластичности. То есть сейчас оно все-таки такое немножко дубоватое. Мне кажется, что, несмотря на то, что оно, да, было постирано, точнее, нить была постирана, все равно пока пряжа как будто, точнее, даже полотно как будто не дает всей красоты, которая будет после стирки. В этом включении мы с вами поговорим про результат, про вообще мои ощущения, про ожидания. И я думаю, что включение будет совсем недолгое, просто потому что, ну, мне кажется, что вы уже все этапы создания этого пулловера знаете. Я хочу лишь рассказать, как поменялась пряжа после стирки, какие у меня ощущения. И, может быть, немножко покручусь перед вами на камеру, да, фотографии, может быть, вставлю. Сейчас вы видите, что я не в нем, просто потому что хочу немного поговорить про некоторые детали, а поскольку я вся в кадр не войду, ну, это будет сложно. Поэтому, да, пока вот так на вешалке, на черной вешалке, чтобы было немножко так контрастненько. Ну, в целом, я могу сказать, что изделием я довольна. Я, по-моему, где-то в каком-то включении говорила, что у меня бывает такое, что я беру спицы, пряжу, начинаю вязать без всяких расчетов, и получается какая-то неплохая вещь. Мне кажется, что это именно тот случай. Мне кажется, что эту вещь я буду носить этим летом. Ну, еще у нас целый май. Я снимаю сейчас последний день апреля. Поэтому я думаю, что для майской погоды это изделие очень даже подойдет. Здесь состав, в общем-то, летний, но длинный рукав, который не даст замерзнуть. Единственное, что я вам говорила, что у меня здесь такие рукава предусмотрены, которые не факт, что залезут под куртку. Я это буду тестировать. Как раз-таки к рукавам у меня есть пару вопросов. Сейчас мы это с вами тоже обсудим. Но прежде всего я хочу вам сказать, что полотно невероятно приятное. После стирки оно расправилось. Я, честно сказать, думала, что мне придется отпаривать. Но нет, очень все хорошо. Выглядит ровненько, приятно. Да, конечно, где-то видна рядность, какие-то неровные петли. Но сама пряжа, в общем-то, не совсем такой равномерной крутки. И как будто этот стиль, такой, знаете, немножко небрежности, здесь вполне оправдан. Также оправдывается это и вот этой вот полуобработанной горловиной, я бы сказала. Такая действительно очень простая вещь. Накинул, пошел. То есть это абсолютно такая вещь не на выход. Хоть и здесь пайетки предусмотрены, которые сверкают, честно сказать, особенно при искусственном освещении, очень сильно. Но сейчас достаточно такая трендовая вещь это смешение стилей. Мне кажется, что как раз-таки вот в этом изделии у меня такое стопроцентное совмещение стилей и получилось. Притом, при всем, что да, несмотря на то, что я говорю, что вещь такая немножко небрежная, мне кажется, что даже с каким-то, ну, условно там, вечерним платьем, не совсем, конечно, с бриллиантами и с блестящим платьем, я не знаю, там, из шелка, оно, конечно, будет хорошо смотреться, но в целом там куда-то выйти, и в ресторан, и куда можно еще нарядиться, давно нигде не была. Вот эта вещь в целом-то подойдет, смотря как ее и с чем сочетать. Поэтому мне кажется, что достаточно такая базовая и в то же время на выход вещь получилась. Полотно не изменилось в размерах, оно и по ширине, и по длине осталось, как и на этапе вязания, за исключением рукавов. Да, рукава вытянулись, достаточно серьезно. Такое бывает вот с такими удлиненными деталями, да. Это, в общем-то, можно было предугадать, но я, конечно же, этого не сделала. Я изначально связала длинные рукава, об этом я вам говорила, и сейчас они стали еще длиннее. Я не могу сказать, что они, конечно, как у перо, но такое. Я пока не знаю, оставлять ли вот эту деталь на рукавах или я буду перевязывать. Пока у меня есть ощущение, что это крайне неудобно. Но красота требует жертв. Хочется мне в такую какую-то простую вещь добавить фишечку. Эта фишечка была именно с рукавами. Возможно, я с ними уживусь. Посмотрим. Если что, перевяжу. У меня пряжа еще есть. Поэтому я думаю, что с этим проблем не будет. Не знаю, если захотите, я вам в каком-нибудь другом видео расскажу по поводу того, как носится вот такой рукав. И еще немножко вытянулась спинка, но это неплохо. Вот вообще мне, кстати, это удивило, потому что вот сейчас вы, наверное, даже видите, насколько спинка ниже переда. Да, я вязала укороченные ряды, но этих укороченных рядов было на самом деле немного. Я не ожидала, что это будет так смотреться. Кстати, еще я не помню вообще говорила вам или нет. Я тут еще несколько делала разворотов, укороченных рядов в зоне груди, для того, чтобы была такая небольшая выточка. И да, почему-то вот именно на спинке заметно вот это вот удлинение, но это как бы неплохо смотрится, это хорошо, ничему не противоречит, никаких вопросов у меня к этому нет. Само полотно приятное, как я вам уже сказала. Я вообще люблю вот это вот сочетание хлопка с каким-нибудь шелком, не блестящим, да, будь то буретный шелк или туса, мне кажется, что тут туса все-таки. Мне нравятся такие изделия относить летом, но у меня обычно это были какие-то топы без рукавки, да, а сейчас это будет с длинным рукавом, поэтому мне кажется, что вещь-то может быть даже демисезонная такая получилась. Единственное, что стоит учитывать, что такой состав, он всегда мнется очень сильно, и может быть даже сейчас вы видите небольшой залом по переду. Я, когда с сушилки сняла это изделие, просто сложила так напополам, оно пролежало так совсем недолго, но этот залом остался, и кстати, вот в зоне рукавов тоже, если посмотреть, тут тоже есть такие вот загибчики. И даже если бы я отпарила за 10 минут до того, как снимать это видео, для того, чтобы этих заломов не было, я бы положила там, я не знаю, куда-нибудь на стул, на кровать, на диван, и этот заломчик бы снова появился. Стоит это учитывать, это не минус пряжи, это особенность многих, кстати, натуральных летних вариантов пряжи, стоит быть к этому готовым. Здесь достаточно широкий у меня получился вот этот вот вырез своеобразный, но мне это нравится, то есть он такой в меру широкий, и не под шею, да, конечно, можно было бы здесь более широкую обработку сделать, но мне кажется, что уже как будто эффект вот этой вещи как-то вот потерялся бы что ли. Не знаю, пока меня устраивает такой вариант, буду носить, буду эксплуатировать, потому что пока вот у меня какие-то первые впечатления от этого изделия, посмотрим, надо с ним пожить. Что касается длины, мне кажется, что это вообще супер, я как-то угадала, и возможно, я даже последующие изделия буду вязать и равняться вот на длину этого фуловера, потому что, ну, мне кажется, что такая универсальная длина получилась, не длинная, не короткая, с брюками, с юбками должно быть хорошо. Опять же, посмотрим. Несмотря на то, что у меня в гардеробе, и вы видите, среди моих процессов большое количество изделий с узорами, там, не знаю, с косыми ранами, с ажурами, я, честно сказать, очень люблю лицевую гладь, просто не очень люблю ее вязать, но в данном случае мне кажется, что я даже как-то достаточно быстро и не скучно связала это изделие, но мне кажется, что в лицевой глади очень важен акцент, может быть, на фактуру или на саму ниточку, в данном случае этот акцент есть. Я думаю, что даже на камере этого не видно, у вас на экране, точнее, этого не видно, что нить действительно очень интересная, ее хочется трогать, ее хочется прям щупать, она такая полуватная с одной стороны, но при этом достаточно пластичная, ну и плюс пайетки, конечно, свое дело тут делают, и мне кажется, что вот для такого изделия действительно лицевая гладь очень даже выигрышно смотрится, хотя вы видели в образцах, что в ажуре вроде бы эта пряжь тоже неплохо раскрывается. В общем, для меня действительно это прям очень хороший состав, который я, надеюсь, буду использовать и в других своих изделиях. Хлопок с шелком, ну это прям такая универсальная, универсальный состав, хотя, наверное, не для самого жаркого лета, а для такого немножко прохладного, или вот для весны, которая сейчас, в общем-то, у нас за окном совсем не жаркая. На этом, наверное, все. Вот такой мой отзыв пока про то изделие, которое у меня получилось. Я думаю, что я буду снимать что-то типа готовых работ весны, я всегда в конце сезона что-то такое снимаю и надеюсь, что уже к концу весны составлю свое мнение о том, какое это изделие, понравилось оно мне или не понравилось носке, подружилась ли я с этим цветом, подружилась ли я с этими рукавами, а возможно, вы уже к концу весны увидите, как я это изделие переделала. Посмотрим. Не знаю, мне самой интересно. Напишите, как вам такое изделие, может быть, я вас вдохновила на создание чего-то подобного. Я, честно говоря, пока вязала, даже перебирала у себя в голове, чтобы я еще связала примерно такой формы из других составов, влаго у меня есть классные летние составы, которые можно использовать и для джемперов, вот таких вот пулловеров, правильнее сказать. Я надеюсь, что вы тоже обратили внимание на это, может быть, даже мои какие-то вам рекомендации помогли, хотя их тут было минимальное количество вроде бы, но почему бы нет? Почему бы не воспользоваться этой идеей? Хотя идея-то, в общем-то, на поверхности ничего нового я здесь не придумала. На этом буду с вами прощаться. Я, конечно же, рада, что я переделала свое изделие, которое не носила. Мне кажется, что я создала из классной пряжи изделие, которое буду носить и часто эксплуатировать. И знаете, что у меня на примете есть еще несколько вариантов того, что я хочу перевязать. Одно из изделий я уже начала перевязывать, начала снимать для вас видео. Не знаю, насколько оно затянется, возможно, опять на год. Это мы с вами увидим и узнаем. Но хочется верить, что у меня будет снова хороший опыт в этой переделке. Буду с вами прощаться. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам мое изделие. Удачно ли получилось переделка или ничего интересного я не связала. Буду рада с вами пообщаться. Конечно же, буду рада вашим пальчиком вверх и подпискам на канал, если вы еще не подписаны. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok